Доброе утро всем! Ну вот еще перевернули один день календаря. Очередной день в Северном море. Опять-таки же, в Галле, в Камбус. Завтрак, обед, ужин. Завтрак уже отдал. Сейчас приступим к заготовке обеда и ужина с последующим приготовлением обеда. Расскажу сегодня подробно, как буду готовить крем-суп из грибов. Легкий такой десертик для ленивого повара шоколадная колбаса. И на ужин приготовлю жареную грудку утки с грушевым соусом. Ну и вкратце расскажу о остальном меню. А погода у нас сегодня такая. ГРОМКО СИГНАЛИИ слова десерта но это просто сладенькая нотка в конце рабочего дня и ужина для для моряка будет шоколадная колбаска для этого нам понадобится какао много-много всяких разных разновидность просто печенье в моем случае это будет грецкий орех пачка масла и сгущенка вареная обычно добавляю простую не вареную банку получается да и этот раз отварил еще баночку отварной положить да растапливаем масло в микроволновочке берем вижу заложил все ингредиенты какао печенье все засыпал добавил сгущенное молоко отварное простое орехи все уже перемешано сейчас чуть-чуть и заливаем сливочное масло течение замеса будем смотреть консистенцию и скорее всего что придется добавить небольшое количество такой крюк для замеса и сначала я продавливаю на месте чтобы утоптать эту всю массу чтобы поставить уже ну и как говорил я изначально руками чуть-чуть притоптал эти все печенье и сейчас на аппарате тоже по чуть-чуть видимо придется все таки добавить водички чтобы не было так сухо этот десерт как бы я делаю на три раза так как это будет на три раза так как это будет на три раза сандэповского батона лафан так поглаживаю ну и все соответственно следующие две порции также сама за формула то что все не на ужин в морозилочке у нас часа три-четыре а на последующие разы плюс пять и может мячей мне рецепт ленивого повара для сладкой нотки на ужин все готово на три раза сладкая нотка для моряка так как не каждый день погода радует за бортом бывает что погода плохая сладенькая что-то на вечер хочется просто пошел взял и в холодильнике грибы уже нарезал и подал все приятного аппетита итак приступим к приготовлению крем-супа с грибами он в принципе очень простое просто понадобится нам я уже заранее порубил грибы джимпиньоны других не имея на пароходе лук тоже порубил полукольцами такими хаотично и масло сливочное потом понадобятся сливки и специи специи просто соль перец и я добавляю еще мускатный орех разогрелась наши закидываем сливочное масло включил на максимум так как надо приготовить потому что скоро начинается обед обжариваем грибы ой лук извиняюсь жары тут предостаточно для овощей вода уже греется забыл запуститель будет являться этот раз у нас и мука обжарился закидываем наши грибочки обжарился будут они примерно 5-10 минут выделить чуть-чуть сока сок испарится выпарим сок и тогда уже добавим муку можно сказать жидкость вся выпарилась сейчас добавляем муки ну у меня опять таки буду по сто раз говорить класс набитый я уже все знаю сколько на эту кастрюлю грибов взять сколько взять муки в моем случае грамм 400 где-то грибов было довольно таки большая головка лука и будет грамм было грамм 100 масла и муки где-то в 3 столовых ложки с горкой взял сейчас время залить сливками где-то не полный литр сливок получается заливаю и мешаю пока не начнет закипать начнет закипать предусмотреть консистенцию иногда что ну сливок когда много вообще очень жирно получается настало время довести суп до вкуса как на уроках кулинарии училище говорили сейчас приправим сольки и я как говорил ранее добавляю чуть-чуть мускатного ореха буквально чуть-чуть ну и как бы все суп готов ну пробежали по меню суп то что приготовили из грибов сегодня у нас макдональдс гриль чикен бургер куриный бургер пикша со специями картошка жареная во фритюре не чипсы а чуть другое ну и микс веч как обычно на ужин жареные жареная грудка утки с грушевым соусом слиз порога такая швейцарская свинина с овощами и в конце добавляю сыр такой плавленый из пасты сегодня болонезе просто рис картошечка сегодня французская так как сегодня нотка присутствует французская и брокколи с кукурузой и на десерт то что сегодня тоже готовили шоколадная колбаса все все приятно салат бар добавился только салатик из кислой капусты с лучком ну и добавок для бургера лучок нарезан красный сам кто хочет чтобы больше накладывать кисы в такой бургере все на своем вкусе салат погнали картошечка поджаренная супчик грибной то что готовили тут будет картошечка овощи горох горох с горох с морковкой так это рыбка пикша со специями и с оливковым маслом просто минут десять в стуховочке просто супер ну кто на диете еще что-нибудь такое вылетает на ура ну и грильбургер сам делал не готовый в следующих роликах покажу как делают ну и как же без булки и вот эта булочка с сезаном для бургера немножко подзадуло после обеда но все по расписанию никто ужин не отменял так что готовим ужин вперед как и утром говорил готовим сегодня на ужин жарим нагрудку кутиную с грушевым соусом вот так она выглядит грудка была в вакууме по две штуки в одном вакууме сейчас будем ее нарезать буквально надрезы вдоль два надреза и поперек как как будем солить и доводить до вкуса эту утку просто я в моем случае как я делал я просто подсаливаю и буду смесь соль с перцем крупномолотом буквально вот так все с одной и с другой стороны и все я буду сегодня жарить на гриле так как быстрее у меня очень это хорошо разгревает все гриле чем сковородка сковородки все таки не с плоским дном надо долго ждать пока хорошо раскалить а надо уточку чтобы конкретно так хорошо сразу прихватило и доводить ее буду как обычно в духовке ну в моем случае это может дома если я жарил бы я сразу на сковородке дожарил и подал бы на стол но тут такое что надо сначала обжарить и потом перед подачей довести и ну что погнали погрузимся сегодня во Францию ну что погнали погрузимся сегодня во Францию покажу опять таки же как я жарю эту грудку так закидываю вот таким вот сковородка разогрета на максимум сейчас будет шварчить примерно я жарю с каждой стороны где-то 3-5 минут буду смотреть как он пойдет дальше и соответственно как я говорил завяжу это потом в суховку вот она франция видите она уже ухоживаться сьёживаться переворачиваю в другую сторону и опять 3-5 минут она будет жариться посмотрите сколько тут жира жира очень много как обычно два узких с другой стороны 3-4 минуты откидываем в сторону это первых 4 штучки сейчас от жира выливаем и закладываем вторую порцию все все с двух сторон обжарили вот видите чуть-чуть выделяется с него уже сок такой в середине видно что красная она в середине вся сырая буквально корочка с одной и с другой стороны закидываем на противень и буквально перед подачей за минут 20 я буду минут 10-15 точно где-то 200-250 вы не обращайте внимание на мои температуры у каждого духовка будет по-своему работать у меня именно эта духовка работает так потому что я когда вставлю например с духовки 150 если мне на 250 я сразу включаю на 250 и на в течение этих 15-20 минут догонит где-то 200-250 и как раз чтоб в середине прожарится некоторые куски я оставлю медиум потому что очень большинство не любит но экипажи недожаренное мясо как они говорят недожаренное про стейки это будет уже другой другой разговор для грушевого соуса возьмем кастрюльку масло грамм 25-30 растопим масло закинем туда лук заранее порезаны маленькие кубики и груша груша тоже хаотично нарубил нарубил выбрал семечки и после обжарки лука запустим туда грушу и будет это тушиться 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 чуть-чуть потом добавляю яблочного сока потом с яблочным соком это все подтушивается вываривается и когда уже консистенция такая подойдет до добивания чтобы сделать как соус я еще добавляю сливы ну и тоже там на медленном огне это все подходит пока сразу час до ужина за час соус приготовиться сейчас это все покажу наглядно все погнали растопливаем масло сейчас растопится масло плита очень жаркая после гриля быстренько растопится масло уже я заранее порубил лук порубил грушу и все сюда и закинем закидываем изначально лучок он сейчас обжарится немного и потом уже пойдет груша забыл вам сказать я добавил чуть-чуть тимьянчика я его сейчас буквально немного обжарю с луком и выберу он даст аромат и вкус этому соусу тимьян закладываем грушу вот такое получается пока месила много соуса не делаю так как не все понимают сейчас буквально минут 5 обжарится и добавляю яблочный сок вот сейчас выберу тимьянчик потому что тимьян уже отдал весь вкус и больше там делать нечего вот закипело сейчас будет вываривается все вот так выглядит перед духовкой наша уточка сейчас она поедет в духовочку сейчас стоит 150 а сразу на 250 ставлю она будет доводиться и запекется красиво а вот наш соус вот вот доходит блендером его разобью будет песня еще забыл еще добавить блендер сливки да чуть-чуть побурлить и сам конце сколько надо соли чуть-чуть чуть-чуть перчика буквально чуть-чуть и синамон корица ну вот такое вот получилось после блендера месила видно кусочки этого семьянчика листики чуть-чуть остались но ничего страшного сейчас буквально чуть-чуть сольки еще чуть-чуть и корицы буквально вот все этого достаточно сейчас на последних дыханиях плита дорабатывает как раз он будет покипать чуть-чуть буквально там и будет в самый раз все супер штрих с ножей и уткой берем на куску и нарезаем вот она будет выглядеть смотрите почти к велданному медиум такое между медиумом велданом духовочка чтобы не отстывала вот и колбаска сладкая нота сегодняшнего дня вот готова уточка грудка утки соус к ней вот это швейцарское мясо так оно выглядит с овощами свиная шейка с овощами с сыром с чесночеком со специями потом рецепт соответственно овощи брокколи с грузой щелчки паста болонезе и рис не забыл чисто по запаху пришел картошки по-французски вот заключительная часть сегодня ролика у меня на мосту хочу рассказать маленькую историю как я попал в море и как это вообще было когда и в какое время это ровно 19 лет обратно 30 ноября я сел первый раз на пароход пароход это был рифер контракт 6 месяцев позиция мсбой очень такая пасхудная позиция я уже в предыдущий раз говорил об этом ну я всего лишь один раз там был в этой позиции сразу пошел работать поваром скрюинга позвонили мне документы были все готовы скрюинга позвонили все надо будет лететь ну конечно интересно же было во первых на самолете в первый раз полетать это для меня было из серии ну как бы для всех это фантастика 2000 первый год как бы ну не то что фантастика но много кто не летал ну и второе конечно доллары в глазах летали уже быстрее капусты заработать ну вот так я попал на 6 месяцев мс боем отработал после мс боя там буквально месяц или полтора отдохнул и поехал опять на 6 месяцев работать на тот же самый пароход там позвали мастер хороший отзыв поставил и еще там по моему даже второй раз 7 месяцев отработал ну вот так 19 лет с контракта в контракт из дома в дом ну и заключение вот так погода испортилась у нас с утра была до двух метров волна сейчас уже достигает я думаю 5 а то и 6 ну вроде хуже не должно становиться надеюсь что плюс минус такая будет иначе очень некомфортно готовить кушать все до встречи и и Продолжение следует...